Всем привет, друзья! С вами сегодня Тури. У нас в гостях легенда японского императорского флота. И нет, это не Ямата, это Мусаша, друзья. Именно этот корабль продается сейчас на аукционе, будет еще 4 дня, по-моему, доступен у нас до 4 марта. И я уже вроде как бы делал обзор на тему того, что стоит покупать, что не стоит покупать. Но и как бы много вопросов вызвал Мусаши, брать, не брать, есть ли смысл и так далее и тому подобное. Давайте разбираться. Объяснить популярность корабля просто. Во-первых, это линкор. Да, линкор самый популярный класс кораблей у нас в игре, особенно в пятницу. Чего там греха таить, многие любят на линкорах катать. Во-вторых, он в принципе там, типа, простой, большие пушки и так далее и тому подобное. Но и цена, я уверен, будет достаточно большой в этот раз. Оправдана ли цена или нет, давайте разбираться. Да, он сейчас стоит 20 тысяч голды, минимальная ставка всего 100 кораблей будет продана. Но, понятное дело, что 20 тысяч это явно мало. Мои прогнозы от 50 тысяч голды и выше. Есть ли смысл покупать этот корабль за такую цену и в чем его особое преимущество? Ну, давайте посмотрим на его коллег. Ведь, да, одно время не было ни одного японского линкора на девятом уровне достаточно долго. По-моему, японцы вообще одни из самых долгих в этом плане наций. Ничего аналогов Мусаши не было. Но сейчас есть и Мусаши, и Дайсен, и Вами. То есть, кораблей стало много. Есть и тьфу-тьфу-тьфу Цуруги. Это, конечно, явно не самый лучший вариант. Но, тем не менее. Вариантов много и чего-то такого прям супер редкого в этом плане на Мусаши нет. Далее. Какое, опять же, тоже у него, какая фишка была у него долгое время? Почему он так ценился? Конечно, пушки 460 миллиметров, очень большой крупный калибр. В общем-то, никто ему ничего не мог особо противопоставить на своем уровне. Ну, собственно, кроме старшего там Ямата и так далее. Но, опять же, сейчас и на девятом уровне, да и выше калибров 457 плюс хватает. Их много. Да, 457 это не 460. Но, тем не менее, это вполне себе приличный калибр. И, как минимум, во-первых, посоревноваться с Мусаши вполне себе даже могут эти корабли. А, во-вторых, и навалять ему тоже без проблем, собственно, смогут. Это именно, если говорить про линкоры. Если уж говорить про все остальные корабли, я имею в виду подводные лодки и вот все остальное, чего не было раньше в эпоху раннего Мусаши. Ну, тут вообще прям отдельная история. Да, дополнительно обращаю ваше внимание на фирменный 5-километровый... Вот смотрите, ого, вам конец, молитесь. Ну, что я могу сказать? Пятница, друзья. Вас тоже с пятницей. На чем играет, кстати, наш Санчелло? Давайте посмотрим. Не, кстати, на Шамакадзе. Я думал, будет на линкоре. Ну, нет, кстати, да. Ну, в общем, на эсминцах тоже. Ну, с другой стороны, знаешь, Шамакадзе такой эсминец. Он практически линкор. Я имею в виду, что он тоже там однокнопочный. И самый любимый эсминец у народа, особенно по пятницам тоже в том числе. Итак, два основных преимущества. Это мощный калибр и отсутствие других японских премов. В принципе, в настоящее время не является какой-либо отличительной особенностью. Мусаши есть и калибр побольше, да и премов японских хватает. Ну, а если не рассматривать его с точки зрения особенностей? В чем его преимущество? Ну, вот как бы действительно интересный вопрос. Потому что на нынешний момент, на нынешний момент чего-то такого экстраординарного не представляет собой. Мусаши, да, крупный калибр, да, пушки, да, хп. Ну, обратите внимание, точности у него объективно не столько, сколько у Ямато. Да, он более-менее точный, да, он попадает. Но, вы же видите, что это не слава определенная, да и не тот же Ямато. Ну, то есть обычный такой вот тот же самый, не знаю, там Наварин или, может быть, Кремль. Примерно. Ну, ладно, насчет Кремля я загнул, конечно, поточнее он будет, чем Кремль. Но, тем не менее, не сказать, что обладает он какой-то суперточностью. Суперброня? Да нет. Да, понятно, что по цифрам у Ямато и Мусаши, соответственно, по-моему, одна из самых толстых бронек вообще в игре 410 миллиметров. Ну, на деле это небольшой кусочек и, в общем-то, этот небольшой кусочек надо еще и пытаться реализовать. Равно как и противоторпедная защита. Здесь самое интересное, что она вроде как бы мощная, но на деле это тоже небольшой кусочек. Да, Бенди, ты тоже так думаешь? Собака со мной согласна. На деле-то противоторпедная защита начинается от второй башни и заканчивается перед третьей. Так что здесь тоже все негладкое. Будем разворачиваться и уезжать отсюда. Таким образом, получается, что каких-то, ну, на деле преимуществ у корабля их, в общем, не так-то и много. Потому что, да, кроме эмоций, там, вау, у меня есть Мусаши. Да, действительно, корабль продавался за свободный опыт, за уголь. И, безусловно, многие очень хотели его приобрести. Потому что он действительно был легендарный и крутой. А отчасти потому, что просто ничего другого и не было. Был Миссури там и так далее. Но в нынешних условиях корабль, вот, видите, ничего такого эдакого, собственно, не может исполнить. Потому что мне сейчас, собственно, приходится удирать вот тех же самых подлодок от старших уровней, которые меня могут очень даже здорово так разлохматить. Давайте пока выключимся и продолжим наш поход. Подлодка за мной где-то идет, видимо. Ну, естественно, эсминцу сделать ничего мы здесь не можем. Поэтому мы сейчас просто уходим и будем танковать своими хпшечками. Ох, попала я, кстати. Что не дурно. Ну, вот, как видите, чего-то такого экстраординарного в плане брони здесь нету. Это просто, да, хороший, мощный линкор. Но, тем не менее, это не какой-то там, не знаю, бастион твердости, да? Как ваш... Ну, ладно. Не будем уточнять, что. В общем, это просто корабль. Ну, что такое Москва? Что же за привычка останавливаться? Баллистика тоже, кстати, у японцев... Ну, она не идеальна, прямо скажем. И вследствие этого вот такие вот залпы по маневрирующим противникам на дистанции. Они более чем реальные снаряды. Просто не успевают долететь и не попадают с выбиванием всего того, чего они должны выбивать. Я даже думаю, что мы сейчас при Шильето, кстати, не попадем. Но два сквозняка. Вот. 16 тысяч урона. Но, честно говоря, это не является каким-либо героическим достижением. На мой вкус, обычная домашка для совершенно обычного корабля. Плюс тому, что мы сейчас потеряли достаточно большое количество дамаги. Ну, лица, вот, при учете того, что особо ни с кем и не перестреливались. Пока что ничего особо интересного такого Мусаша вот на нынешний момент собой не представляет. Хотя, повторюсь, что я всегда говорю, что это один из моих любимых. Есть не самый любимый прем девятого уровня. Но именно за счет того, что здесь классные мощные пушки. И он простой, понятный, да. Это его, пожалуй, важное преимущество. То есть, действительно, то, что у вас в наличии есть орудия, которые пробивают все в любую проекцию практически. И вам не надо переживать. Там целится туда, сюда. И вот это вот все вы просто нажимаете на левую кнопку. И корабль, ну, если не испаряется, то, по крайней мере, получает большое количество урона. Но, к сожалению, этого в нынешний момент, в нынешнем рандоме зачастую недостаточно. Потому что, помните, как этого... Ну, что вы, этого тут полным-полно. Как там в Карлсоне было? У нас тут такого полным-полно. Да, действительно, и сейчас в рандоме кораблей, у которых есть левая кнопка, их много. Потому что калибров 457 плюс достаточно. Ну и, в общем, как видите... Так. Попробуем попасть. Может быть, даже попадем. Как минимум, это не является каким-то убер-преимуществом. Так. Что мне там? Не хочет вампир попадаться мне. Ну, а тут, соответственно, уже все. ГГ. Ладно. Этот фланг нам пришлось оставить. Мы особо здесь ничего не танковали. Много ХП у меня еще есть. Я вот вижу Шамакадзе по центру карты, который шел. Залп, который находится вообще, может быть, совсем не там, где мне хотелось бы. Увы. Ну, ладно. Отличный. Отличный залп, друзья. Отличный залп. Вот. И, как и любой другой японский линкор, когда ты остаешься против кучи эсминцев, у тебя все твое... Вся твоя речь становится немного матерной чуть-чуть. Вот. И я когда... Боюсь, что сейчас тоже мы до этого-то и дойдем. Потому что, когда куча эсмов по тебе начинает лупасить, у тебя все цивилизованное заканчивается. Знаете, как, с одной стороны, я помню, у нас был такой учитель по истории, очень интересный. И он рассказывал про внутренние человеческие скрытые эмоции. Он говорит, да, вот то, что сейчас есть человеческое, это мораль, это все прекрасно. Но внутри человека в любом случае все равно скрыт животный потенциал. Вот девочка у нас там была. Он говорит, представляешь, ты заходишь, идешь на день рождения, кому-то вся такая симпатичная. Заходишь в трамвай, а тут мужик грязный с похода, с рюкзачищем. И мало того, что он, значит, тебе наступил на ногу, помял платье там, испачкал тебя все, еще и матом облажил. Вот что ты ему в ответ скажешь? Дяденька, перестаньте. Или там дяденька не надо? Ну, это, наверное, немножко из другого какого-то кино. Наверное, тоже вы ему скажете там, типа, всякого эдакого. Вот и та же самая ситуация получается у нас с вами на Ямато. Потому что когда мы сейчас на Ямато, ну, ну, Саша, да, на Ямато тоже. Когда мы с вами останемся против кучи маленьких треугольных гадов, в том числе и подлодок, разумеется, вся наша с вами бравада и героизм, они закончатся. И останется только материться и вспоминать о разработчиков разными словами. Так ли это или нет, будем с вами сейчас, как говорится, посмотреть. Но пока что все выглядит не очень. И так нам с вами удалось настрелять неплохое количество дамаги. С одной стороны 82 тысячи, но с другой стороны чего-то особо в этом героического я не наблюдаю. И слава богу, что не попадает пока что Ришелье в нужную часть моего большого корпуса. Но Шамакадзе, который где-то вот здесь спереди, намекает на то, что в скорости меня ожидают некоторые проблемы. Ну что ж, давайте делать то, что лучше всего помогает в ситуации, когда вас хочет полюбить Шамакадзе, а именно маневрировать. Здрасте, Ямато, здрасте. А вот, кстати, где-то и... Так, Ямато мы забираем. Ну, теперь я думаю, что можно смело заряжать фугасы. И, собственно, они мне, наверное, больше пригодятся здесь, особенно против Шамакадзе. Хотя Шима, кстати, похоже, что на точке-то и нет. Ничего себе, где же она тогда тусуется? А, вот она. Ну, соответственно, вы сами понимаете, что торпеды за вами уже выехали. Торпеды за мной уже выехали. Потушимся. И будем ловить торпеда намборкуно. Да, ну и вот, что ж. Вроде, казалось бы, у меня есть хорошая противоторпедная защита, но на деле проку от этой хорошей противоторпедной защиты ее, в принципе, никакого нету пока что. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Будет ли он кидать мне еще торпед? Может, кстати. Ну, тут уж, к сожалению, мне особо делать-то нечего. Придется проходить мимо, покуда есть такая возможность, иначе... Да, ну, что, поймаем, я думаю. Да, поймаем и торпеду. Ну, и давайте подведем итоги сейчас этого боя, который для нас закончился так скоро на 130 тысяч. Да, маги. Ой, кстати, еще горит Шима. Вот, и посмотрим, какие же итоги. Собственно, все, что в этом бою происходило, оно происходит с Мусаши и подобными старыми линкорами в каждом любом таком же бою. Ну, и под конец, как вы понимаете, нас ожидает обычно то, что нас ожидает в последнее время в нашей игре, а точнее отсутствие результата при его наличии, казалось бы. Правда, это победа. Что я могу сказать? Мы, конечно, можем посмотреть на количество кредитов в начале и в конце нашего с вами боя, и посмотреть, сколько форманул корабль. Но я думаю, что за этот бой мы получили 450-500 тысяч серебра в чистую сначала, точнее, или в грязную, короче, вот ту верхнюю правую цифру, которую мы обычно смотрим. Ну, и плюс там модификаторы туда-сюда. Я уверен, что Мусаши фармит ничуть не больше, чем абсолютно любой другой премиумный корабль своего уровня. Да и, в общем-то, девяток сейчас хватает в том числе. Поэтому покупать этот корабль по цене 50 тысяч дублонов, кроме как если ты коллекционер, я считаю, что это несколько неоправданно. Напишите, пожалуйста, друзья, ваши цифры, что вы поставили, на какой лот, если ставили. Думаю, что всем будет очень интересно узнать. Ну, а с вами Тури. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся, как всегда, вечером на стриме в 9 часов. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok